Приветствую вас, Юля. Давайте разберем ваш вопрос. Суть в том, что вы не можете выбирать как вам относиться к тому или иному обстоятельству в отношениях с людьми и вообще к каким-либо обстоятельствам. То есть, условно говоря, отношение, оно у вас уже есть, вы можете его либо менять, но менять, что называется, субъективно, да, то есть именно вот в процессе работы, в процессе осознавания, в процессе, быть может, катастрофы, да, немножко по-другому начинают относиться к этому, но это происходит именно вовлеченно, вы не можете просто взять и интеллектуально изменить свое отношение к этому. То есть, словно говоря, если у вас есть страх, страх несоответствия, то он и определяет отношение ваше к, ну вот, например, к тому, что там у мужчины что-то лучше, чем у вас, да, вот. И, как бы, вы не можете относиться по-другому, пока есть страх, страх несоответствия. Поэтому, относиться к этому, пока у вас есть страх, вы не можете иначе. Но, на мой взгляд, вполне, вполне реально для вас поработать с страхом несоответствия, потому что здесь есть свои нюансы. Ну, начнем с того, что страх несоответствия, это условное такое вот принятие себя, то есть, грубо говоря, я буду достойный этого мужчины, только если, там, у меня будет то-то, 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 то-то и то-то. Вот. Пока у меня, соответственно, этого нет, то я не достойный. И вот момент здесь в том, что получается, как бы, выдвижение самой себе условий с вашей стороны. И здесь есть такая позиция, что вот я себе эти условия выдвигаю, я эти условия выполню, то есть, ну, я их реализую, да, и все, все будет хорошо. И я, наконец, успокоюсь. Но нет. Вот первое, что вам нужно увидеть, то, что факт наличия условий по отношению к себе является вещью себе на данный момент. И после того, как определенных условий вы достигнете, то есть, к примеру, вот, к примеру, к примеру, давайте возьмем такую метафору, попробуем. Вот есть стеклянный стол, такой, знаете, на такой тонкой длинной ножке, столик, кругленький, и на этот столик, стеклянный столик, да, который такой не очень устойчивый, шатается, Человек ставит такую длинную, вытянутую стеклянную вазу. Можно эту стеклянную вазу ставить по-разному. Можно, например, ставить ее, боясь, что она разобьется, что столик упадет, что ваза упадет. А можно ставить, просто спокойно, спокойно взять и поставить, принимая во внимание тот факт, что, ну, если я имею дело со стеклянными вещами, то очевидно, что они могут разбиться, Особенно не устойчивые, не устойчивые, не устойчивые, не устойчивые, это главная вещь. И, как бы, как бы, в первом случае, человек выдвигает в себе условия, что я буду хорошим, или я не буду плохим, Если, поставлю вазу на столик идеально, хорошо, и она не разобьется. И, вниманием человека здесь владеет не причина, что я буду хорошим, я не буду плохим, если. Вниманием человека владеет то, что я должен что-то сделать, чтобы не быть плохим. Но задуматься следует немножечко о другом. Как вообще человек пришел к выводу, что он может быть плохим, если что-то там. И спросить себя, вот так вот, серьезно, ну, просто вот честно спросить, спросить. А я правда думаю, что я не буду доказывать себе, условно говоря, что я не плохой после того, как поставлю вазу. То есть, я уверен, что не найдется других каких-то, ну, дел, которые должны будут доказать, что я не плохой. Вот получается, что очень многие вещи в жизни такой человек делает для того, чтобы доказать, что он не плохой. То есть, у него появляется сверх мотивация, у него появляется тревожность, страх, напряжение, скованность во взаимодействии с другими людьми, которые могут увидеть, что он плохой или могут наречь его плохим, да? Вот. И все. То есть, посмотрите немножечко, как бы, глобально на это. Что, скорее всего, вы выбрали такого мужчину, как бы, следуя своей стратегии доказывать, что вы соответствуете. И дело здесь не в том, что вы не должны чего-то достигать, что вы не должны добиваться какого-то успеха. Нет, вы можете это делать. Если вам это важно, если вы этого хотите, добивайтесь успеха, достигайтесь чего-то, развивайтесь, становитесь успешно и прочее. Но основной момент в том, что я недостойна, я могу быть чего-то недостойна. И вот эта мысль, что я могу быть чего-то недостойна, это ваше собственное утверждение. И что бы вы ни делали, пока вы допускаете, что вы в принципе можете быть чего-то недостойна, пока вы не допускаете мысли, что, например, вам могут отказать, что у вас может чего-то не быть, что у вас может чего-то не получиться. Пока вы не допускаете мысли, что это может произойти без падения вашей самооценки, вам будет сложно. И вот как бы здесь, что конфликтует между собой, да, смотрите, ну, как мне кажется. Конфликтует между собой здесь следующее. Я хочу быть мужчиной, чтобы быть достойным, например. Но в то же время, в то же время, в глубине души, наверное, я понимаю, что это сложно для меня будет. Что это будет, ну, тяжеловато для меня. И, возможно, я этого боюсь. Ну, в какой-то степени. И получается так, на мой взгляд, получается так, что чувства в мужчине у вас какие угодно, только не направленные на него. Самого, самого, самого мужчину. И какого рода это отношения. Ну, уж точно не духовные, уж точно не искренние, а основанные на какой-то борьбе, на достижении, на победах и так далее. И это может быть, опять же, это может быть, пусть это будет, если это ваши ценности, если это то, чего вы хотите, если вы такого рода хотите устраивать отношения на здоровье. Но важно, важно, чтобы от того, получается ли у вас или нет, не зависела ваша самооценка. А сейчас она зависит, потому что вы сравниваете себя с мужчиной, образно говоря. Его достижения, профессиональные успехи, на порядок выше моих. То есть, что здесь, отрицание своего пути, сравнивание себя и ощущение, что я хуйню, если у кого-то лучше кто-то добился большего успеха. Это и есть выдвижение себе условий и иллюзия, что выполним какие-то условия, а вы, наконец, успокоитесь. Нет. Условия выдвигаются не для того, чтобы их выполнять, а для того, чтобы вы были зависимы. Условия человеку выдвигаются, в том числе и самому себе, для того, чтобы вы были не свободны, для того, чтобы вами манипулировать. Почему манипулировать? Потому что, как правило, условия, ну, вот, например, те условия, которые вы выдвигаете самому себе, да, скорее всего, это повторение условий, которые вам выдвигали. Вот. И вы просто так сжились с этими мыслями других людей, окружающих вас, что уже думаете, что они ваши. Но они не ваши. Потому что человеку не свойственно самому себе выдвигать условия. Человеку свойственно ставить себе новые цели. Это да. Человеку свойственно, там, поднимать планку, пытаться что-то новое, ну, пробовать что-то новое, да. Это верно. Но не выдвигать себе условия, типа, что если я чего-то не сделаю, то я плохой. Нет. Это уже человеку, человеку не свойственно. И вот необходимо отделить вас от мыслей, которые вам не принадлежат. Необходимо не просто отделить вас, может быть, а отделить вас эмоционально. То есть через, может быть, какую-то злость, какую-то агрессию. Я вот, читая ваш вопрос, да, я как бы, ну, мне показалось, что почувствовал некую такую вот скрытую, может быть, скрытую злость или недовольство собой. Ну, что, в принципе, логично, да. Вероятно, агрессия на кого-то нацелена. Вероятно, подавленную обиду. Вот что ещё я почувствовал. И вот это всё нужно, эээ, как бы, ну, прожить, да. Всё это нужно вытащить из вас. Если я прав, это есть, это есть. Вот. И таким образом вы отделите себя от, эээ, вот этих вот самых мыслей, которые вам не принадлежат. И сможете быть свободнее. И уже тогда, когда вы будете свободнее, вы, в принципе, могли бы решить для себя вот этот вот момент, да. Момент, эээ, такого, ну, момент такого плана, что, а какие отношения я хочу строить. Например, вот. Вот. Какого рода отношения я хочу выстраивать. Хорошо. Ну, это всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго. Хорошо. Хорошо.